В сегодняшнем выпуске я хотел бы рассказать про донную снасть для ловли в стоячей воде. Для ловли в стоячей воде все мирные рыбы, которые у нас присутствуют в средней полосе практически. Выглядит она следующим образом. Состоит она соответственно из удилища. Берем ее довольно-таки простые палки. Я использую 2,7 метра, 3,1 метра, 2,7 метра. Катушка размера 3,5 тысячник. Размер шпулин, соответственно, леска используемая на данной снасти по озерам и по довольно-таки крупным плодам. Это 0,35-0,45 миллиметров. Можно использовать плетенку, но плетенка она довольно-таки дорого стоит, соответственно, я ее не использую. Я использую монофил. И кроме того, монофил он более мягкий и, соответственно, при уваживании мне с ним сподручно обращаться. Вот. Далее. Леска 0,45-0,4. Здесь у меня стоит 0,4. Далее используются у нас антизакручиватели. Бывают они черные, зеленые, прозрачные, всевозможных цветов, видов радуги. Вот. Отличительная черта, когда вы приходите в магазин для выбора антизакручивателей. Для этого мой совет, наверное, на будущее. Ну, или иначе. Рыболомы это то, что, когда вы выбираете, вот, допустим, лежат там несколько видов антизакручивателей. Подходите, попросите продавца показать его. Он вам дает антизакручиватель. Берете вот эту вот часть, вот, соответственно, и проверяете, прокручивается она или нет. Соответственно, вверх-вниз, вверх-вниз и влево-вправо. Если он стоит мертво, вот этот вот именно узел, то есть он не двигается ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз, то вы их берете. Объяснять, для чего это надо. Есть антизакручиватели, которые совмещены, то есть, грубо говоря, которые они бегают. Плохо установлены. Вот. Вот он у меня так и попался один из сей партии. Вот. То есть при забросе у вас будет ездить, соответственно, в лучшем случае у вас будет ездить кормушка. Ко всему этому, в худшем случае она у вас просто соскочит на этот узел и вплоть до обрыва крючка. Такие, соответственно, нам не нужны. Выбирайте те, которые жестко фиксированы. Далее. Выбрали антизакручиватель. Берется он таки. Я, как правило, беру там штук 20 сразу, то есть, если попадаются, то беру штук 20 нормально. Стоят они рублей 15-30, в зависимости от магазина, в зависимости от точки, где попадаются. Далее. Берем вот эту изогнутой стороной, выставляем ее вверх. Для чего это делается? Для того, чтобы во время заброса у вас, соответственно, он выполнял прямое обязанность. То есть, у вас не было перехлёстом с основной леской. У вас катушка нацеплялась. Вот, далее. Установили его вот таким образом. Это у вас получается верхняя часть. Вот это нижняя часть. На нижнюю часть берем, покупаем вертелюжки. Покупаем вертелюжки с застежками. Вот. Вот такие вот они. Можно для реки я использую, конечно, соответственно, более крупное. Для стоячки, как на данный момент, я использую более мелкие. Далее привязывается вертюжок с застежкой снизу на тот узел, который я его вяжу. Можете увидеть в моих плейлистах, то есть в монтажах. Плейлист называется «Монтаж». И можете зайти, посмотри, как это всё вяжется. Откусываем лишнюю леску. Соответственно, вот она у вас остается. Далее сверху у нас отступаем где-то сантиметров 20. В 20 сантиметрах вяжем ушко для второго крючка. Для верхнего. Вот. Соответственно, всё у нас готово. Далее мы берём... Я вот заранее их навязываю. То есть на мотовил я приезжаю уже с мотовилами. В зависимости от количества крючков, сколько я использую, я беру количество мотовилов. На одном мотовиле примерно влезать у меня 20 крючков. То есть, соответственно, если я еду 6-8 спиннингов, я беру 3-4 мотовила. То есть на забросы, на обрывы, на коряги, на ветер, на перехлёсты, на и так далее, и тому подобное. На разного рода ситуации. Далее. Для того, чтобы прикрепить на нижнюю, вот на этот вот крючок мотовил. Вот. Мы берём, отстёгиваем здесь вот этот закручеватель. Застёжку. Снимаем с мотовила готовый уже поводок. Соответственно, вот он у нас есть. Длина поводка примерно у нас, ну, варьируется, где-то сантиметров 50-60. Для озёра этого хватает. То есть для той рыбы, если мы ловим леща, то 60 сантиметров это 50-60 сантиметров, это вполне-вполне нормально. Леска используется на поводках 0,18. 0,18, 0,16 для ловли леща. Ну, это, соответственно, для ловли другой рыбы. То есть, будь то плотва, будь то подлещик и так далее, и тому подобное. Поставили. Вот оно у нас. Длинно получается. Далее. Ну, соответственно, на верхний, вот сюда вот, ставится более короткий поводок. То есть на одном у меня мотовила находятся длинные поводки, соответственно, ориентированные для расстановки в нижнюю часть. Сюда, для пристёгивания. Вот. И ставятся у нас короткие поводки, они ставятся наверх. Для того, чтобы эти поводки короткие уже лежали непосредственно возле кормушки. То есть на рыбу, которая будет подходить к кормушке, уже будет находить, соответственно, вашу насадку у кормушки. Вот. Далее. Ставятся у нас кормушки. Кормушки используются для ловли на озёрах, в зависимости от силы ветра, от силы, грубо говоря, заброса вашего и так далее, и тому подобное. Ну, скорее, более ориентированно от силы ветра. Забрасываются, весят в среднем 40 грамм. Кормушки для ловли на озёрах и на рейх, на прудах используются 40 граммовые в основном. Вот они. 40 граммовые. Бывают также двух производителей. Это Беларусь и ВАИК. Это импортная. Единственная разница, как я уже говорил в другом видео, посвящённом для монтажа, для ловли на реках, это, соответственно, база. База, то есть сама кормушка, она у вас подлиннее получается. Вот. Такие длинные кормушки я использую для закорма, для старта. То есть я прихожу на водоем, там, грубо говоря, крючки ещё не привязываю. Если там 4 спинга у меня имеется, там, допустим, я в купал ездил, 4 спинга, да, то есть я кормлю две дальние точки одним спингом. Пристёгиваю такие кормушки и начинаю кормить. Соответственно, они идут в комплекте вот с такой вот стеночкой. Эту стеночку мы достаём, убираем в сторону. Она нам не нужна на обычных водоёмах, без течения. Ну, в принципе, бывает то, что кашу иногда, кашу, ну, грубо говоря, корм покупной, если вы покупаете, корм. Слишком слабо его развели, он у вас чуть ли не выливается. Тогда, да, ставим заглушку, забиваем с ума и погнали. А так обычно свою, я делал всегда свою кашу, на свою кашу лавлю. Вот, использую вот такие длинные. Для основного ловли я использую вот такие вот маленькие камушечки. 40 грамм, здесь у меня 30 грамм. Я находил вот 30 грамм. 40-30, ну, если ветер поднимается сильный, там, чуть ли не ураганный, да, бывает ситуация, тогда мы используем уже 60 грамм. То есть, чтобы хоть более-менее докинуть до того места, где вы кормили. Ну, соответственно, надо смотреть прогноз погоды, чтобы, в принципе, для вас не явилось неприятным сюрпризом. Вот. Далее. Поставили кормушку. 40 граммовку. В принципе, снасть вся собрана. Здесь ничего, больше ничего. Рассказывать нечего. Вот. Сейчас я объясню, почему я ставлю сверху короткий поводок, снизу длинный поводок. Я являюсь сторонником той теории, что все-таки крупная рыба, она боится кормушки, она боится корма. Да, она подходит. Да, она бывает кормится. Но все-таки крупная фракция, то есть, крупный прикорм, насадку, она все-таки берет немного в стороне. То есть, у вас падает кормушка, рядом с ней падает короткий поводок. То есть, и та рыба, которая во время основного жора, когда рыбы много и когда она активно питается, очень здорово работает вот этот поводок. То есть, бывает даже рыбалки, когда вот дальний вот этот поводок, он молчит, на него вообще практически пока не бывает. А вот на этот только рабочий. То есть, там, ну, правда, и рыба, соответственно, попадается там до 700 грамм. Не крупнее 500, 700, 400 грамм. Вот, мелко. Вот. А крупная рыба, вот сколько я ловил, по опыту знаю, то, что это, в основном, все идет вот на эту, на длинный падок. То есть, она кладется у вас подальше от прикормки, и он лежит в стороне. То есть, крупная рыба, она более осторожная, ходит сначала, смотрит. Вот. И, соответственно, вся крупная рыба, которая мной был поймана, даже вот караси был пойман в купаме, который, скорее всего, будет стоять на заставке вот этого видео, он был как раз пойман вот на этот поводок. Веса в том карасе 1,5 килограмма, 1,480 ровно. Вот. Он был пойман именно вот на этот поводок. Соответственно, в ту рыбалку было мной поймано 2 караси по килограмму, 2 караси по 800 грамм, и 1 караси на 1,5 килограмма. Все были именно вот на длинный поводок. Ну, и, соответственно, и более-менее, который крупный попадался, лечь под лечим, там, кило-кило-двесно, это не крупный лечь, но более-менее крупный. Он постоянно попадается вот на длинный поводок. В принципе, советую. Кто хочет попробовать, более-менее, удачно вот этот вариант. Леска на поводке 0,18, здесь и здесь. Соответственно, если вы ловите на стоячке. Если вы ловите на течении, тогда смотрите видео ниже в плейлисте, которое посвящено, соответственно, ловле на течении. Там, в принципе, я все довольно-таки подробно рассказываю. Если что непонятно, ребят, пишите в комментариях, все расскажу, все покажу. В принципе, все. Насадка у нас идет животное в основном. То есть, ну, животное плюс растительное. Приезжаю на водоем, там, если с собой имеется 4 палки, 2 палки на животное, 2 палки на растительное. То есть, это каша мастырки, всевозможное ставится на растительное. И ставится у нас на дальний. Если я ловлю прицельно, приехал на веща, тогда я ставлю крючок здесь у нас крючок. Кстати, не сказал. Номер крючка это 7,8. И здесь соответствует 7,8. То есть, размер крючка крупный довольно-таки. И, соответственно, ставлю много мелкого червя, соответственно, как пучок. Закидывается, лещ, карась, он очень здорово отзывается на это. Вот. Ну, в принципе, все. Все, что я хотел сказать про этой снасти. Если кому что непонятно, ребят, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Если вам понравилось видео, ставите палец вверх. Ну, соответственно, если понравился весь канал в целом, можете посмотреть плейлисты по снаряжению. И также есть у меня за последнее время не очень удачное видео о чем-то с рыбалок. Но, в принципе, просто ездил туда отдохнуть. Один и с друзьями ездил отдыхать. То есть, сама непосредственно рыбалка. Видели рыбу, видели хватки. Ну, ничего, к сожалению, не получилось у нас поймать. Ну, да ладно, отдохнули и так, и плохо. Подписывайтесь на канал. В дальнейшем буду укладывать видео. В дальнейшем по монтажам, по рыбалкам, по водоемам. Все, всем удачи. Не хвастаньте чешуи. Пока-пока. Пока-пока.